Если вы, наверное, многие меня не знаете, но наверняка знаете в городе Мурманске. Мои работы – это китайский ресторан, ресторан «Де Канте». Недавно закрылся бар «Шизгара» в Атлантике. «Ред Пап», «Клуб Пилот». Принимал участие в ледокоре. Заход мой в область коммерческого творчества – это через дизайн интерьера. В этой области я проработал 15 лет. Все идет к планшету, потому что, так или иначе, прибегать к рисованию на бумаге – это уже не совсем то, что происходит в 21 веке. Для кого этот курс предназначен? Прежде всего, для дизайнеров разного рода, неважно, 2D-графикой занимается, или анимацией, или тем более ZBrush, который объемный уже, скульптинг идет тоже в 3D-графике. И в том числе, конечно же, игровая индустрия – это как раз компьютерная графика. И на телефонах – те приложения, и те игры. Потом, естественно, дизайн интерьера. В основном, это сфера, конечно, художников, дизайнеров и иллюстраторов. Для первого базового курса необходима бумага, ручка или карандаш. То есть, все этого достаточно на первый базовый курс. То есть, она создает мышечную память для головы, для того, чтобы связать механику с тем, что вам придется рисовать на мониторе фактически. Вот как у меня сын рисует, то есть, он смотрит фактически уже полностью туда. То есть, никакого слежения, я даже ругаю за то, что человек рисует, рисовать вообще не надо. А потом, через этот навык, мы перейдем к планшету. Будет домашнее задание, они будут выполняться каждый день. Он будет отслеживать со мной и комментироваться уже на уроках. Самое главное, если вы не уверены, решите себя, для себя можете ли вы нарисовать, в принципе, кубик и нарисовать в нем, в каждой стороне кружки. Это самый главный тест вообще. Нужно ли, есть ли у меня талант и так далее, могу ли я, в принципе, рисовать. А вообще, на курсе мы будем заниматься, во-первых, линиями. Это методика постановки руки. Она называется пришивание руки к голове. Предметы быта и геометрические формы. Вот, из головы, не обязательно у вас геометрические гипсовые модели должны быть перед лицом, перед глазами, как говорится. Какие-то элементы, переходящие в дизайн. И фактически финальная работа за этот период мы должны построить дизайн из геометрических форм, используя конструктивное рисование. Продолжение следует...